13 рыболовов-спортсменов расположились на берегу Нижнешайтанского пруда. Задача каждого из них за три часа наловить как можно больше рыбы. Использовать можно только поплавочную удочку. Все спортсмены рыбачат здесь впервые, поэтому приспосабливаются к условиям буквально на ходу. Здесь очень хорошие условия. Мне этот водоем понравился. В этом водоеме, скажем так, на этих соревнованиях первый раз. Ну, достаточно неплохой водоем, и рыба здесь есть. Здесь можно спортивная рыба, можно хорошо половить здесь. Результаты первого дня соревнований впечатляют. Максимальный улов составил более трех килограммов. При этом, по условиям турнира, не берется в расчет порода рыб. Считается суммарный вес улова. В уловах много плотвы мелкой, ну и подлещик. Вчера в уловах был линь небольшого размера, но вот, пожалуйста, то есть линь здесь есть в пруду. Ну и также окунь. Лидером первого дня соревнований стал спортсмен из Режа Павел Сосков. Он профессионально рыбачит более десяти лет, поэтому знает все тонкости ловли на таких водоемах, как Нижний Шайтанский пруд. Говорит, показанный результат был предсказуем. Но на второй день соревнований Павлу везет гораздо меньше. На этот раз большой рыбы в его улове не оказывается. А вот спортсменки из Екатеринбурга Натальи Кондаковой везет по-крупному. Три килограмма, пятьсот восемьдесят девять грамм. Спасибо. Вырваться в лидеры девушке удается буквально за несколько минут до конца рыболовного турнира. Руки трясутся больших. Удалось четырех сразу поймать. В последние, наверное, пять минут. После финального свистка, не финального, а где, когда пять минут осталось, двух штук. Руки трясутся. Такое ощущение, что сейчас бы еще с удовольствием бы ловила, продолжала бы. Больше, чем Наталья, во второй день соревнований не поймал никто. Она же по сумме двух дней рыбалки стала победителем областных соревнований по ловле на удочку. Следующие рыболовные состязания пройдут в Первоуральске 9 июля. В них сможет принять участие любой желающий. Ловить будут надонные снасти. Александр Перминов, Сергей Шемет, Интера ТВ.